Это рукоделие, которое называется вышивка лентой. Оно интересно тем, что вышивка получается выпуклой и красивой получается, декоративной очень. Можно вышивать картины. Есть подложка, допустим, пейзаж какой-то, а передний план вышивается цветы, которые там на заборе вьются. И смотрится очень интересно эта вышивка. Кроме того, что это рукоделие интересное, оно еще и красивое. Это у нас розочка. Зеленая, потому что у нас оказалась такой ширины лента только зеленого цвета. Но мы это делаем для того, чтобы понять принцип. Сейчас мы будем другим цветом и размером ленточки вышивать. Будем делать лепестки, листья, которые тоже бывают очень разнообразны. Вот когда мы поддеваем под этот лепесток, протягиваем. Мы не просто вытягиваем ленту, но мы ее уже выкладываем. Вот если она у нас нашла лицевой стороны, один лепесток у нас уже есть. А, чтобы изнаночить. Так. Следующий. Выкладываем в эти кране лепестки, то они должны именно вот такие быть. Не забыть, не забыть, не забыть, не забыть, не забыть, не забыть, не забыть. И закончить на этом. Вот, видите, выложилась лепестка. Теперь, если она зашла к этой стороне, тогда мы следующую. Вот так завести должны. Повернуть. Как бы на себя. Вот так. Да, да. У меня три лепестка получилось. Конечно, между ними опять появятся лепестки. У нас у нас все планы получаются. Дошла, дошла. Вот, видите, смотрите. Ага. Все, уже четыре. Да, так, уже четыре. Да. Единственное, что, конечно, у нас срединка у вас не получилась, как я говорила, срединка. Срединку мы... Очень красиво смотрятся узоры, которые состоят из мелких, мелких цветочков. Они как ситец смотрятся. Очень ярко и красиво. И когда вы берете, покупаете ленты, то вам лучше подбирать несколько оттенков одного цвета. Несколько оттенков зеленого цвета, несколько розового и так далее. Тогда вышивка смотрится богаче и интереснее. Которую вы делаете. Один тонн. Это же интересно получается. Да, как для волос. Конечно. Для... Ну, это если вы картину делаете. Если вы делаете картину, вы можете все, что угодно с ней делать. Но если вы делаете одежду, то там немножко другой подход.